Ребята, всем привет, добро пожаловать на канал, меня зовут Паша Веспер, мы продолжаем играть в симулятор супермаркета, супермаркета симулятор. Вот, на самом деле, хочу признаться вам, я накосячил ну совсем немножко, у меня 15 минут игры не записалось, а знаешь почему? Потому что вот эти руки, они по-моему растут не из плечей, а из жопы у меня растут руки, поэтому 10 минут или 15 где-то не записалось, я сейчас расскажу, в общем-то, что там было, поэтому продолжаем, 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 продолжаем. Сейчас первым делом, первым делом мы снова появляемся ночью, ночью, в смысле, а, закончите рабочий день. Ген, иди домой, все, ночь на дворе стоит, слушай, хороший ответственный Геннадий, хороший Геннадий мне попался, не каждому такой Геннадий попадается. Смотри, что я сделал за эти 15 минут, которые мне какого-то хрена не записались, рассказываю попунктно, а точнее пункта будет всего два. Первый, первый, я купил еще одну, еще одну, еще одну, еще одну лицензию на товар, теперь у меня есть, подожди, а что, а как понять? Нет, а, я понял, я понял, я могу вот здесь показать, смотри. Теперь у меня есть новые товары, это пирожок, пирожок, конфетки, злаки, шоколадная плитка и йогурт, йогурт. Вот, это 6 новых товаров, которые у меня открылись. А знаешь еще какая новость? А я сейчас тебе расскажу, какая новость. А я сейчас тебе расскажу, какая новость. Я брал кредит, у меня просто слов нет от осознания. Я брал кредит, оказывается, платежи по кредиту не автоматически списывались, прикинь. Их надо было вручную оплачивать. Я думал, что все оплачено. А оно не оплачено. Не оплачено. И как бы мне тут, может, пени уже какой-нибудь капает. Прикинь, а у меня денег нет. Мне товар надо закупать, бизнес развивать. Я все деньги в развитие бизнеса вкладываю. А мне, оказывается, еще полторы тысячи долларов. Вынь да положь. Кредиторы придут, заломают руки и продадут все мои холодильники. Я не знаю, как тут это организовано. Денег нету. Нету денег. Теперь все, стою на кассе снова. Помните, я радовался, что вот мне не надо теперь стоять на кассе. У меня теперь есть Геннадий. Нет, все, работаем. Денег вообще нет. 90 долларов тебе надо сдать. 90 долларов сдать. Может, воровать у них начать. Я думаю, может, у них воровать начать у всех. Давай попробуем их обманывать. Мне деньги нужны. Позорез. Позорез. Так, вот 10 долларов. Я ему должен доллар отдать. А давай 50 центов тебе отдадим. Ха-ха-ха. Кража. А что ты в лицо мне скажи? Ушел. Кража, говорит. Подошел бы, сказал, что... Извините, молодой человек, вы ошиблись. Вы мне сдали неверно. Вы должны были мне отдать доллар, а отдали только половину. Как так произошло? Я бы отдал все, как миленький. Куда бы я делся? Я бы сказал, извините, пожалуйста. Видимо, возникла какая-то ошибка. Мы разберемся. Конечно, вот ваша сдача. По камерам сейчас посмотрим. Да, действительно ошибка. А он просто кража и ушел. Нет, что в лицо сказали. Ой, люди. Ой, люди. Ой, покупатели. ФБР-овец. Я терпаюсь их. Может, он пришел меня наказывать, что, типа, я украл 50 центов? Нет? Нет, говорит. Хлеб. Хлеб дай мне, и все, я пойду. И он кофейка хотел. Не выспался, поэтому в солнечных очках. Он ни хрена не ФБР-овец. Он просто не выспался, поэтому в солнечных очках ходит. Это чей официант какой-то в галстуке. Так. А что мне делать-то? 345 долларов. Так у меня полки пустые. Да, мне кредит надо отдавать. Но мне же надо что-то продавать. Продавать надо что-то. Давай тогда по одному товару заказывать. Я не знаю. Я помнишь, по два заказывал раньше? Сейчас, видимо, буду по одному, потому что... Ну, потому что на яйцах мы останавливаемся, да? Вообще плохо останавливаться на яйцах. Так. Нифига ты тут набрал, бро. Вот это ты набрал. Так. А, без дачи. А что ты ждешь тогда? Ты же знаешь, что... А, ну пока я проверю, типа, действительно ли правильная сумма. Ну, ладно. Так, 3 доллара. А я тебе 2 дам. Кража, говорит. Так. Конфетки. 16 долларов. А я тебе 15 дам. По одному доллару? Но денежку все равно. Ага. Я очень надеюсь, что никакие полицаи ко мне не придут. Так. Там товар пришел. Давай раскладывать. Мукулька. Мукулька. Мукулька есть. Это что? Это чики-пики. 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 Чики-бубны. Чики-трефы. Чики-червы. Чики-пики. Очко. Так. Блин. А на хрена я масло взял? Надо... Блядь. Надо смотреть, какой товар есть, какого нет. Потому что так вот бездумно брать, как я делаю, это не... Ай! Это не очень хорошая тактика. Потому что я, получается, не покупаю то, что нужно, а покупаю то, что не нужно. Это плохо. Это плохо. Так. У меня там кто-то покупатель ждет. Так. Вода. 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 Ага. Ага. Сейчас, пацаны, подождите. Подождите. Ну, разложу. Вы же сами ноете. Там сыра нет. Еще что-то нет. Постоянно... Слушай, а может еще есть сыр? Нет? Это все? Да, это все. Все последнее? Нет. Нет, не последнее. Чай у меня... У меня до хрена масло. У меня до хрена чая. Вот то, что точно не нужно заказывать. До хрена масло. До хрена чая. До хрена масло. Запоминайте, пожалуйста. До хрена масло. До хрена чая. Так. Свет включил. Ага. Так. Что там у тебя? Карта. 4 доллара. пошел до чего все одну газировку покупаете альо так деньги 1 50 центов тебя хватит или он кража не кричит почему-то а почему он не кричит кража чего раньше кричали кража а потому что у него два недовольства у него два недого чем сделать типа товара нет и кража он в 2 2 претензии не может предъявлять только одну я понял я понял как игра работает так а 3 доллара тебе сдать 1 2 ладно так 8 не нашел он сыр а за соду часу да нет так что-то у нас очень темно мне не нравится давай светильников закажем мебель сколько светильники стоят 40 долларов ну давай я не знаю 55 закажем до опять пришел так карта 14 долларов ну видимо особого развития не будет мне кредит надо отдавать ты прикинь кредит надо отдавать так вот так ну темно очень очень в магазине темно все приходят и говорят что у вас так темно а я не знаю что у нас так темно светильников мало вот и темно так вот так а куда еще куда бы еще его бахнуть но тут уже смотри чтоб красиво было давай вот так сделаем смотри вот так еще вот сюда да не понял подожди а вот сюда ну нормально а вот этот куда на хрен я его заказал давай вот сюда ну пойдет пойдет все слушай светло достала все проблема решена проблема со светом решена 22 доллара уходим ага это игра по решению проблем это не игра это жизнь жизнь я буквально настоящий бизнес смен бизнесмен бизнесмен так давай думать хлеба до хрена чая до хрена сусу до хрена так давай прям проверять чикопики есть чикопики дачи копики еще есть хотя одну штучку можно их мало а нет чикопик две штуки нет так ребят да реально надо посмотреть прям вот так по позиционно хлеб есть мука такая голубенькая сусушек вон у меня до хрена вот голубенькой муки вообще нет голубенькой муки вообще нет разобрали масло у меня было до хренище так и есть паста вон три штучки всего надо две коробки заказывать тык тык сусушек дофига воды по моему тоже было много да да воды много сыр по моему только один полный а нет два сыра сыр есть сыр есть кофеек один одна полочка кофейка значит один кофе можно взять дальше яйца прикинь вот так будем проверять денег мало очень ограниченное количество я теперь не могу покупать продукты из-за разряда купил всего до хрена и у меня всего до хрена нет все вот так теперь смотрим аккуратненько лишнее не заказываем чтобы все было в достатке так два молока чая у меня много арахисового масла по моему вообще нет совершенно кончилось чего не так разбирают слушай она вкусная какое-то надо попробовать будет кто пробовал арахисовое масло оно вкусное так красная мука вообще тоже такой нет посмотри ни одной пачки уже какая-то хорошая вот так можно понять какие продукты хорошие продавцы они наверно так и понимают типа о блин а видимо подожди вот это мама мука вот такая крат фор линия мука фор линия она тыкнулась она походу тоже не тыкнулась мука фор линия арахиса арахисовая тыкнулась да надо начнем значит завтра закупку с муки фор линия так хорошо заканчиваем рабочий день начинаем следующее так открыть открыть закрыть заказываем продукты продукты о чем денег не хватает чего а еще до 100 чего у меня 10 долларов не хватает а за что мы что у меня минус 231 доллар за что почему минус алё а это типа списался платеж автоматически а где ты был они меня в минус загоняют а эта игра загоняет меня в минуса это это не нормально это плохо это мы всю неделю будем вы вызов из этой долговой ямы вылазить это ужасно а у меня продуктов нет я как и мне чем торговать то может это как-то продать можно я не знаю можно это продать ну конечно покупатели смотри ко мне не идут а почему они не идут потому что товара нет и они такие а чё я там буду покупать чай и масло хотя не вроде идут вроде идут гена давай может промоутер поставить какой-то листовки по раздаю заходите магазин покупайте чай не хотите масло берите масло так окей они все гения они все день смотри у меня реально проблемы у меня еще у меня минус 200 баксов еще тысячу стоя должен и пока мы выкарабкиваемся из этой долговой ямы у меня все полки будут пустые я не знаю что делать еще один кредит брать чтобы выбраться из кредита это плохой план плохой парни никогда так не делайте ну типа у тебя кредит возьму кредитку погасить все не делайте так это плохо это плохо это плохо это путь в никуда это я вам точно говорю я так делал это очень плохо не делайте так лучше напрячься как следов на прячься но пережить вот эти вот сложные моменты у меня пугаешь блять так и сдачи конечно блять без сдачи у тебя рожа такая лишнюю копеечку задавишь не дашь хоть бы чаевые какие-нибудь оставляли знаешь там типа не знаю там на корм котенку там какую-нибудь банку поставим чтоб майну ого ебать ты набрала а ты унесешь это все можете такси заказать 80 рекордная покупка отвечаю на 80 баксов я в плюсе но завтра скорее всего опять банк спишет из меня пятихатку банк завтра снова смеи спи спи пишет меня и буду будет у меня не минус 230 а минус 500 так слушай мне кажется игра чувствует игра чувствовать что у меня проблемы смотри игра чувствовать что у меня проблемы и прям покупатели смотри вон скупают все типа чтоб деньги у меня были мне кажется игра ощущает она чувствует чувствует меня игра меня чувствует но может правда здесь есть какие-то алгоритмы типа опа у игрока жопа давай ему отправим покупателя который весь чай скупят может правда здесь так работает ген как дела у тебя мы с генкой друг на дружку смотрим чтобы не скучно было рожи потом друг другу корчим да ген о геннадий геннадий надо было тебя анатолием назвать я бы тебя песню пел анатолий анатолий а геннадий геннадий нет такой песни вы где песню такую слышали геннадий геннадий нет такой песни так у меня помню 218 долларов мне нужно чтобы заказать блять ну и давай еще на 1 доллар то быстрее ген обслужи покупателя и я тебе буду в затылок дышать быстрее выливать ген может и деньги воруешь я щас посмотрю как ты рассчитываешь не вроде не ворует плохо про гену подумал так заказал немного продуктов заказ все пустое ты посмотри они все скупили чем торговать парни чем торговать в паста у нас огромные неприятности огромный е торговать нечем не я больше не буду в этой игре кредиты брать ну его нахрен ну его нахрен вы понимаете вообще что случилось так невозможно бизнес раздавать лучше бы развивать лучше бы потихонечку помпонемножку бы развивались а так я на кредит накупил всего а теперь я в минусе а теперь в минус меня загоняют и кредиторы сволочи так реально слушаю я купил лампы ты посмотри как красиво стало реально офигенно мне мне правда нравится только светло клево так яички по 100 рублей так это что это арахисовая ну хотя бы знаешь хотя бы завтра будет чё продавать так у меня очередь тык-тык-тык-тык-тык-тык карта 11 есть следующий следующий покупатель заходим проходим не толкаемся не толкаемся все успеют всех обслужим так толкучку не создаем так 6 долларов 5 хватит тебя 157 баксов блин вы чё такие одинаковые на одной работе работаете вы коллеги коль они так подходят неожиданно ты как это сделал ты сквозь кассу прошел чего жестко чё к тебе да без дачи хорошо сейчас рабочий день кончится мне прям очень интересно мне реально завтра спишут реально ли мне у меня завтра спишут минус 500 там как я понял банк три дня ждет платеж если на три дня просрочка то они автоматом без баланса как это как кредиторы списываются вроде это так работает может быть мне тогда успеть закупить а я уже не успею уже 9 вечером блин они а утром они наверно спишут все или они спишут когда магазин откроется и мне не открывать магазин так 22 доллара карта 22 хорош и цены кстати еще надо проверить мне в комментариях писали типа сделай округленные цены они прикинь подходят и говорят мне дорого мне дорого говорят не буду брать и не берут а было бы нормально взяли бы надо цены еще проверить будет на товар да так и чё делаем то ген ну чё делаем все завершаем рабочий день и смотрим чё кредиторы будут делать начать следующий да реально прикинь реально прикинь сразу списали оплачено автоматически это кошмар это очень плохо у меня пол ну хотя ладно есть еще чем торговать но это пипец беда пипец беда долги отдавать вообще не нравится не нравится мне долги отдавать сколько еще один платеж по моему остался давай посмотрим давай посмотрим да на 572 доллара то есть завтра у нас будет такая же история у нас снова спишут бабки и только потом мы в плюс пойдем это кошмар я негодую гену как тебе я те зарплату даешь те плачу зарплату твоя зарплата то тоже в минус идет минус 80 долларов каждый день ладно пойдем погуляем я думаю гена справится и просто интересно может здесь есть какое-то взаимодействие с внешним миром еще одно другое поехали ну-ка палуба яйца мой мир так красный горит ну-ка поехали делать иди быстрее тут ferrari стоит так не ну на этой машину это вольф прикольно это что пассат какой-то да ну едем нет да подожди ты клиент я тут на ferrari хочу покататься вот едем блять такие надежды возлагал такие надежды возлагал на ferrari не получилось зато у меня клиент так деньги 5 долларов уходишь как они сквозь кассу ходят мы интересно выйдем вообще в плюс то сегодня нет и кстати кстати на двадцатом уровне магазина откроется второй продавец то есть можно будет второго гену нанять или я не знаю может быть там не гена будет может быть уже наконец-то будет галина или анатолий или она нет 2 наверно если будет мужчина продавец если попадется по вакансии то будет анатолий если девочка галина безусловно галина безусловно в просто в моменте сразу галиной будет так я вот даже думаю что нет смысла сейчас анализировать продукты какие есть каких нет потому что денег все равно нет их не будет и завтра то есть я ничего не куплю то есть я прям в пустые полки видимо буду прям в пустые полки то есть если мы сегодня смотри если мы сегодня сейчас в плюс что-нибудь не закажем то завтра мы уже заказать не сможем это все надо сегодня в плюс выйти до 9 вечера и успеть что-нибудь заказать иначе мы без товара останемся и придется опять кредит брать кредит чтобы заплатить кредит ужасно я не хочу в эту долговую яму не хочется мне а кому хочется так ладно хуже ипотеки ну честное слово так без дачи 48 пойдем на 48 я прям на каждую копеечку буду а этом доставка нет смысла надо хотя бы нас там на 150 что-нибудь заказать надо хотя были на 200 нет смысла заказывать так чего у нас много нас много хлеба чая просто очень много ой боже я не знаю когда он закончится масло так ну 13 долларов но ё-моё почему так мало да знаю я что нет спагетти тоже мне умник давайте еще на сайт на сотенку берите и я пойду закажу чё-нибудь чё-нибудь хоть закажу чтоб магазин изобилие чтобы было ну мало товаров я понимаю ну не привоза не было просто ну поймите войдите в положение где-то груз задержался ну газель не приехал но возьмите чё есть вам эти спагетти чего вот принципиально возьмите копейки вместо спагетти сусу вместо муки они одинаковые белые порошок о не могу да слушай все денег хватит сейчас на чё-нибудь денег на чё не хватит срочно срочно что-то заказать срочно что-то надо заказать давай смотреть чикопики одну штучку хлеб есть еще до хлеб еще есть мука такая голубенькая нет нет голубенькой муки масло еще было да вот эти спаги паста одну берем да ну да ладно дальше дальше сусушка была вода есть если че-то если если нету воды прикинь надо хотя бы одну заказать сырочек сырочек есть еще сырочек дальше кофе кофе есть ну можно заказать один он все другой по моему яички яички надо надо брать блять надо успеть это заказать еще где яички молоко чай чаю нас точно есть а молоко и молоко есть супер дальше чай есть арахисовая паста еще есть вот этой муки по моему нет оливкового точно нет спагетти точно нет и вот этой херни тоже точно нет все все заказать ну пожалуйста ну пожалуйста на еще еще гена на быстрее я сам блять быстрее обслужу давай деньги мне все идем хватает 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 нет них 302 надо ё-моё полтора часа осталось до закрытия ген быстрее блять гена так так тогда я быстрее обслужу реально так 88 долларов все уходишь на хрен быстрее магазин я иначе без продуктов останусь успел просто в последнюю потому что у меня сейчас снова будет у меня сейчас минус 500 долларов и я бы без без товара остался мне нечем было бы торговать нечем было бы торговать а так вроде да ассортимент даже есть смотри может все не так плохо чё почему может все и не так плохо кстати так яйца сейчас приду одну минуту одну минуту подождите пожалуйста вообще-то у нас магазин уже закрыт но окей обслужим вас так 18 долларов опять ко мне нет гения так так сейчас маслица расставлю подождите секунду подождите секундочку денюшка денюшка зарабатывается просто нужно идти работать так это чё такое тарис пресса давно у нас не было в магазине вот чего чего а риса у нас не было давненько и кофе йог слушай ну все у нас полки не пустые ну пустоватые но не пустые и 150 долларов есть завтра у нас план последний платеж да получается банк банк покажи мне да то есть у нас будет минус 400 долларов и мы практически в ноль скорее всего сработаем практически в ноль скорее всего сработаем ладно давай давай еще денек отработаем в этой серии выйдем скажем скажем так из этой долговой ямы надо успеть выйти в этой серии из долговой ямы вот в чем задача а почему минус 500 а потому что еще геннадию надо платить до геном блять подождать ты один день не можешь гена гена работой давай ген раз такое дело минус 500 долларов на балансе магазина так открыто открыто но все зато мы банку смотри банку мы больше ничего не должны да да банку мы ничего не должны то есть завтра все деньги которые к нам придут можно будет тратить на закупку это все наше почему никто не приходит покупатели алё нам из минуса надо сегодня выйти хотя бы в ноль так две пасты он взял о не могу я вот уже 496 уже не минус 500 да уже хорошо пошел процесс и кстати уровень наверно 17 качнем на в этот рабочий день и там три уровня до 20 останется у нас будет и гена и анатолий или галина там следующие лицензии следующее расширение магазина уже охренеть сколько стоит 1300 или тысячу то есть прям дорого ну чё вы по одному товар то берете алё да я же вон накупил он спагетти кофе чай кому это все взял оливковое масло одно и ушел ну хоть у гены вон два хлеба так кофе и водичка кофе и водичка мы так с вами не окупимся да я воровал деньги у вас ну и что ну чуть-чуть обсчитался мука мука три муки взял хорош и так кофе йог чё еще ко мне идешь так теперь ты вот другое дело вот тебя и ждал на 42 доллара взял вот минус 200 а время только 12 вот реально дела налаживаются дела налаживаются прикольно ой генка генка так ладно давай посмотрим еще на наш магазин что у нас там что у нас там ну блин очень мало товара это хотел оценить просто обстановку так 166 и без дачи ничего себе мы реально отобьемся в этот день да мы отобьемся 170 отлично я вас ждал мужчина я вас ждал минус 114 но это счастье какое как приятно из минуса выходить я тебе так скажу из минуса выходить даже приятнее чем в плюс выходить ну вот в данной ситуации реально я прям радуюсь так сока его нет время всего три часа вот лично же отлично потом как закупим продуктов да знаю ребят ну пустые полки ну скоро скоро все наладится скоро все ну чуть-чуть подождите буквально два дня и снова будут полные полки ну такая ситуация но в кредит залезли зато магазин расширили он светильников сколько сделали все же для вас мы же стараемся магазин растет развивается они такие я не нашел пасту я пошел мы в плюсе в плюсе все сегодня танцую сегодня танцую и праздную в плюсе вышли из минуса мы вышли из минуса миссия считай выполнена вообще хреново конечно что эта миссия в принципе откуда-то появилась нежданно негаданно я и знать не знал что банку должен но тем не менее мы справились так чё я тебе один доллар на вот уже реально уже 48 баксов а это все это уже моя денюжка моя не все никаких банков ничего никому не надо отдавать денежка все мне в кармашечки кармашечки мне даже интересно сколько за этот день мы успеем заработать в плюс карта 46 на цвет включить свет на включить ну реально свет идеально теперь да очень светло в магазине свет идеально то есть прям больше ламп не нужно так одни яйца он взял молодец какой покупатели мало мне кажется покупатели приходят когда больше товара они такие типа парень там магазин там товара так много пойдем сходим а потом такие да не там полки пустые но типа если тебе одно масло купить то конечно можешь сходить а если ты хотел там кучу денег потратить не ходи туда там полки то пустые там масло до мука больше ничего нет вот они вот так размышляют поэтому когда на полках всего много они такие все бежим идем а когда они пустые вон они одну кока-колу покупают и все так 2311 сдачи вон мука и рис ну чё еще взять в этом магазине если нет ни хрена у них чаю зато до херища вот чего много так это чайка слушай а мне кстати в комментариях писали может другой кнопкой можно собирать нести не только блин нет но а это если будет ящик с чаем может быть можно его обратно в коробку у меня же сейчас нет ящика он будет попробовать потому что вот можно ли переместить с одной полки на другую я вот не нашел этого функционала так 16 долларов хорош под закрытие опять приперлись 98 ты уверен на вот те 50 может хватит не горит мало ладно на так два чайка карта 12 все все ушли нет еще вам бабулька бабулька почему бы только чтобы он голова седает наш бабулька же правильно или просто так покрасилась да не этот бабулька по-любому это сто процентов бабулька так 3 чай вот чай пошел наконец-то 34 бакса ну все а нет еще ты ж только что все купила забыла чё-то чёт забыла купить еще чая типа 3 чая купила не мало возьму еще два давай сюда хорошо забыл ничего страшного забыла и забыла ну это красота ребята ну что я могу сказать мы вышли из долговой ямы мы в плюсе на 314 долларов полки нахрен все пустые но следующей серии мы это исправим а на сегодня я со всеми прощаюсь спасибо большое за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки переходите в телеграм в дискорд в группу вконтакте также заходите на стримы на твиче всем пока до следующей серии